Впечатление после прыжка. Мы уже вот под дождем, прошлись от моста, зашли в уютную кафешку, уже прошло где-то полчаса, я немножко успокоился и теперь могу более-менее неадекватно определиться тем, что у меня, собственно, произошло. Значит, собственно, стою, все начинается с того, что я подхожу к мосту, я сегодня прыгал с моста на Тухановом острове, в Киеве, там есть пешковый мост, я с него прыгал, rope jump, как называется, значит, я подхожу к этому мосту, все, на меня отдельно снаряжение, типа, начинает показывать человека, который, собственно, сейчас прыгает, то есть, вот он стоит передо мной, поднимается на эту вот фирму, с которой прыгает, ему говорят, 5, 4, 3, 2, 1, он прыгает, и у меня просто внутри все снимается, потому что это невероятно, ну, просто, ну, человек просто упас с моста, шагает, и вот, мост, я не знаю, какая у него высота, 24 метра, 24 метра, 24 метра, то есть, это на секундочку, где-то приблизительно, какой этаж, 8-й? Да, 8-й этажей, 8-й этажей, 8-й этажей, Ирина Норна, которая за камерой архитектора, она знает, что-то 3-х литровые потолки, просто вот шагнуть с 8-го этажа туда в воду, ну, понятно, что разомьешься, если так пройдешь, вот, и он шагает, и летит, я стою рядом, на это смотрю, понимаю, что мне ровно через 5 минут придется сделать то же самое, у меня внутри просто вот все взрывается, так, ну, я даже не могу словами передать это ощущение, доходит очень до меня, я начинаю вскарабкиваться под конкуренту, до этого мне было, ну, то есть, раньше, когда я только покупал абонемент на этот прыжок, мне не было особо страшно, мне стало страшно, когда я посмотрел на этого парня, который передо мной пройдет, но когда я сам поднялся на эти ступеньки, и мне говорят, иди дальше, иди, там еще, ну, есть такая, как трамплин, с которого прыгают, то есть, спенечки и трамплин, а там подо мной еще прицеплена уже веревка, которая меня тянет туда вниз, то есть, ну, просто можно навернуться сразу, если ее туда прыгать не надо, сразу навернешься, она тянет вниз, она под углом, дождь, скользкий, говорят, да не бойся, пальчиками там, вот подойди к краю, пальчиками ног, цепляйся за нее, а то подскользнешься, и я думаю, блин, а что уже лучше, подскользнуться, убиться на этом мосту, даже не прыгнуть на страховке, просто упасть там с разбитой головой, или уже может все-таки зацепиться пальчиками, что мне кажется вообще абсолютно нелогично и гораздо стремнее. Я стою, мне очень сложно удалось вот сделать этих несколько шагов, потому что скользко, тянет эта хрень меня вниз, 24 метра вниз пустоты, я становлюсь, понимаю, все, это, по-моему, конец. И тут я слышу именно то, о чем вы подумали. Сзади какой-то ублюдок начинает произносить эти 4 или 5 голубанных слов. 5, 4, 3, 2, 1, пошел. И он пошел. Я не делал шаг, то есть вот там некоторые, как там, щучкой, солдатиком, я не знаю, шаг, я не смог решиться сделать шаг, я просто вот вперед покачнулся. И мальчики потом сказали, что ты не оттолкнулся. А я мог еще удариться обо что-то, оказывается, наверное. Ну, прыгнуть это, ну, прыгнуть это вообще стрёмно. То есть я просто маточнулся и как бы уже и доверился своим ощущениям. Хорошо, что меня не сдуло ветром какой-нибудь косяк. И дальше вот я лечу, ну, секунды, я не знаю, 2-3. И потом вот эта веревка, ну, я на ней повис, и меня начинает качать туда-обратно. Вот здесь начинается прилив того всего адреналина и страха, который я не успел перепрожить и понять, когда еще стоял. Там я орал, просто орал с такой яростью. Меня потом Ирина Норна, которая за камерой спрашивала, это я наигранно кричал или не наигранно. А мальчики, которые, парни рядом, которые уже много людей спустили, они улыбались, смеялись, понимали, что там никто наигранных быть не может. Там просто так вштыривает до последней клеточки тела, что наигранно ты кричать не можешь. Ты попишь просто от счастья, от страха того, что я выжил, и меня не убило, и не разнесло в эту воду. И вот, и дальше вот просто этими присущимися руками я вот еще, наверное, минуты-две крутился под этим мостом и думал, что же сейчас произошло. Прыгайте с моста. Прыгайте под мостом. Выходите в звонок комфортно. На самом деле тут больше просто впечатление. Просто реально круто получать впечатление яркое и доверять тому, что происходит в жизни. Поверяйте, впечатляйте своим боксом шагалом. До встречи. Пока. Блин.